всем привет давно не снимал видео про свою мельницу много вопросов от моих подписчиков от людей кто занимается хлебом мукой кто строит мельницы много вопросов возникает как что вот хочу немножко рассказать про то как я увеличил производительность своей мельницы как ее немножко усовершенствовал то есть ну я ее как усовершенствовал как я увеличил производительность я всего-насего просто увеличил вес камня верхнего то есть производительность мельницы также как и качество муки напрямую зависит от веса жирного верхнего чем тяжелее жернов тем качественней мука то есть тем можно тоньше помол сделать даже первый сорт можно сделать тем и тем производительнее становится мельница то есть можно намного больше смолоть муки чем на легком камне вес моего камня основного камня вот этого камня вес 70 килограмм 70 килограмм вес вот этого камня примерно 40 килограмм то есть я увеличил на 40 килограмм вес получается 110 килограмм весит верхний жернов то есть ну по моим расчетам по моему опыту я считаю мельница должна быть с жерновом вес которого не менее 100 килограмм 1 центнер а тогда выходит качественно действительно мука и в принципе мельница достаточно быстро то есть ну 100 килограмм это минимум вес 110 килограмм принципе меня я вполне доволен то есть производительность увеличилась ну в два раза точно я точно не замерял но если я пшеницу молол ну во-первых пшеница на проще мелится чем рожь рожь она все равно как сказать немножко влажновато даже если сохнет долго у меня сейчас помещение 25 градусов при 25 градусов сохнет зерно пшеница она сразу приходит от шугурова уже сухая она как стекло то есть она перемалывается вообще великолепно рожь приходится немножко чтобы она еще полежала хотя бы месяц подсохла и все равно она как бы даже когда месяц полежит все равно она такая влажноватая то есть сама структура зерна на походу но все равно более влажная что ли не знаю то есть тяжелее короче рожь тяжелее молоть и соответственно дольше то есть рожь это вообще как для мельниц это просто испытание особенно сырая бы сырая рожь осемелится то выходит мука такая она немножко влажновато приходится подсушивать немножко муку ну то есть при в помещении как бы тепло и она принципе подсыхает нормально вот но если я рожь молол у меня была производительность ну примерно примерно килограмм 15-20 тонкого помола в минуту то сейчас даже 15 килограмм в час час извиняюсь 15 килограмм час то сейчас примерно 25 наверное ну почти в два раза 25-30 наверно тонкого помола ну мели даже тоньше чем на старом жернове 70 килограммов даже меньше пшеница практически производительность практически в три раза возросла если она мне до этого 20 килограмм в минуту выдавала то сейчас ну где-то ну в принципе можно полтинник сделать при том качестве который на первом жернове не выдавал если более тоньше выдал делать то примерно ну 40 килограмм в час примерно вот такие вот данные но и причем мне даже не приходится наковывать часто камень то есть если раньше у меня жена был 70 грамм 70 килограмм я по часто наковывал то есть немножко он как бы шлифовался камень и приходилось чаще бучердировать так скажем накернивать его сейчас даже без накернивание она вообще великолепно мелет просто качественные очень очень тонко мелет прям ну цернозерновая пшеничная мука она прям как первый сорт там есть отруби но не перетираются вообще прям максимально рожь тоже самое очень очень тонкая прям даже тоньше чем вот магазинная обдирная все она вообще прям прям не видно что нацернозерновая хотя отруби полностью перемалывается хлеб получается пышнее намного ну приятнее работать мне нравится с мукой тонкого помола работать я не люблю с грубым помолом как бы ну как я это сделал сейчас объясню я положил жернов сначала я просто положил просто положил более-менее балансировал она у меня где-то работала на пару недель и как бы так получилось что немножко сошел с оси камень верхний начал короче там колтыхаться скорость на принципе нормально у меня оборотов как бы ступи 100 160 170 наверное наоборотов и начала бить слава богу что я был в пекарне если меня тут не было бы она тут не знаю билось бы полчаса я не знаю что было бы с камнями что было бы смелиться расколбасил бы наверное все я успел буквально за пять секунд добежать отключить ну сломал только вот этот штырек пришлось заново приваривать его ну это вообще не проблема вот такая вот у меня скорость примерно скажу такая скорость немножко на пол муку вот это сейчас ржаная мука идет вот она можно вид видна на камеру она очень тонкая отрубей отруби видно вкрапления но не мелкие достаточно мука качественная тонкая так ну как я сделал этот камень во первых я его закрепил это очень важно закреплять у меня анкер здесь то есть верхний жернов жернов хочу уточнить вот этот у меня как бы жена просто валялся во дворе он как бы не парный есть у меня два жернова как бы они не парные просто можно конечно блины сюда положить там я не знаю металлические что-то придумать но в идеале конечно камень вот с таким большим отверстием то есть он вообще классно идеально подошел сюда посверливал я анкером сквозное сквозное отверстие в этом жернове и в нижнем жернове ну вот в этом верхний вернее жернов нижний он короче и там вот настолько примерно просверлил и анкер анкером прикрутил все теперь не бьет отлично вообще сбалансировано раньше у меня мельница немножко била то есть верхний камень у меня немножко неровный Потому что жернова старинные Немножко неровные И немножко била мельница Так тряслась все время Когда работала Верхним жерном я немножко отбалансировал То есть я поставил вот так Чтобы мельница не билась То есть ну вообще я просто очень доволен Вот уже месяц мелю Пекари очень довольны Которые у меня муку заказывают Говорят что мука на порядок стала лучше Качественнее То есть ну как магазинная можно сказать Как магазинная Ну первый сорт Это в принципе ржаная у меня здесь мука Я молол только что полдня мелю Ржаная мука Она ну вот сеяная Так еще у меня были Во-первых если какие-то вопросы есть По моему усовершенствованному мельнице Потому что многие спрашивают Интересуются как В комментариях пишите Я либо отвечу комментариям Либо если более там какую-то развернутую Нужен ответ То я досниму дополнительное видео Расскажу все Еще меня спрашивают Какие у меня тут размеры Чего Ну жернов я правильно Как я рассказывал Нижний 70 Верхний 40 То есть 110 кг Верхняя масса Верхняя масса Жернова Так Ну Сейчас я с лаги циркулем Расскажу Покажу Сок у меня По размерам Так ну Во-первых здесь у меня Шкив Большой шкив Он у меня Так сколько он у меня 45 сантиметров 45 сантиметров Вал Вал 35 Да 35 35 миллиметров Вал Так Вот этот Труба 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 В котором два подшипника Подшипник здесь один И наверху Второй подшипник Подшипник купил В обычном Камазовском Магазине Не помню я размеры Ну можно размер определить По валу Внутренний Радиус 35 Соответственно Верхний Так Здесь Внешний радиус трубы Диаметр вернее 88 Миллиметров 88 Так Внутренний Конечно Сложно замерить Но Можно немножко Вот так вот Стеночка Здесь Сколько у меня Стенка 4 миллиметра Получается Что ли 4 миллиметра Да 4 миллиметра 4 плюс 4 8 миллиметров 88 Я говорил Да 88 Минус 8 То есть 80 миллиметров Внутренний Радиус Трубой Я вот приварил Вот К трубе Уголок В уголке Два отверстия В уголке Два отверстия Болты Прикрутил Все Здесь Внизу Подшипник Я не знаю Как его правильно Называется Я тоже нашел В командском Магазине Вот Он как бы Крутится То есть Просто вал Лежит на этом Подшипнике Вот Просто он Лежит на этом Подшипнике Вал Зазор Я не регулирую То есть У меня Жернов Верхний Лежит Непосредственно На Многи Спрашивают А в муку Камень не попадает В камень Муку не попадает Потому что Жернова Между собой Не трутся То есть Камень не трется То есть Между камнями Всегда Присутствует Мука Мука Как смазка То есть На там Микроны Все равно Верхний Жернов Приподнят Потому что Когда Если забываешь Про зерно То есть Зерно Не сыпется Из бункера То конечно Такой характерный Сразу Звук Трения Камня Камня И Запах Противный Такой запах Горелого Камня То есть Если этого Запаха нет То никакого Камня В муке Не будет Так По валу Еще По валу По размеру Понятно Длина вал У меня Не помню Сколько Пол метра Примерно Длина вала Так Шкив На двигателе 65 Миллиметров Это верхняя кромка Внутренняя Надо вычесть Длину Толщину Вернее Ремня Ну Сантиметра Минус Два Сантиметра Минус Два Сантиметра Висит Здесь 65 Это 45 Миллиметров Внутренний Двигатель Двигатель 1410 Оборотов В минуту Мощность 2,2 Так Киловатта Да 2,2 Киловатта Трехфазный Трехфазный Двигатель Никогда Не греется То есть Вот этот вес 110 Килограмм Для этого двигателя Прямо Самый раз То есть Многие спрашивают Какая должна быть Мощность Чтобы сдвинуть Там 100 Килограммовый Жернов 2,2 Киловатта Вполне За глаза Так Что еще Рассказать В принципе Наверное Все По размерам Жернова У меня Размера Нижний Жернов Полметра Примерно Диаметр Бес Понятно Ну Так Вроде Все Рассказал Если Какие-то Вопросы Есть Задавайте Отвечу В комментариях Или сделаю Видео Все Всем пока Пишите Субтитры Продолжение следует...